Узнать проблемы региона, проникнуться настроением жителей, понять, какие вопросы курян волнуют в первую очередь. Эти задачи, по словам Романа Старовойта, были первостепенными. Кроме того, осень, традиционное время принятия бюджета на наступающий год и планы на трехлетку. Прогнозируемые доходы региона в 2019-м впервые превысят 54 миллиарда рублей. Удалось фактически увеличить и социальную часть бюджета 2019 года, дополнительно удалось оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям. Я считаю, это также одна из заслуг команды администрации Курской области и депутатского корпуса. В центре внимания была и подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства. Одним из проблемных вопросов стал рост тарифов на вывоз мусора. Проведенный анализ позволил снизить нормативы накопления в среднем на 30%. Но на этом работа не закончена. Мониторинг будет проводиться в течение всего года. После чего мы сможем практически на 100% объективно определить логистическую схему размещения отходов, определить количество транспорта, который используется управляющими компаниями, куда, что они вывозят и объективно определить норматив потребления. Отметил Роман Старовойт успехи Курской области в агропромышленном комплексе. Но на достигнутом останавливаться нельзя. Впереди новые инвест-проекты. Чтобы привлечь бизнес, провели масштабное мероприятие. Первые договоры и соглашения уже подписаны. Под контролем соблюдение экологических норм. На площадках крупных сельскохозяйственных холдингов, которые реализуют проекты в нашем регионе, побывали не только специалисты, но и общественники. Не на словах и бумаге ознакомиться с технологиями, которые применяются коллегами, а, как говорится, ручками пощупать и своим обонянием ощутить, какие сегодня применяются технологии и какие будут применяться на объектах, которые сейчас строятся у нас. Одной из проблем, с которой столкнулась администрация области, стала ситуация компании «Белая птица» в Горшеченском районе. Еще недавно предприятие находилось на грани банкротства. Более тысячи человек потеряли бы рабочие места. Им пришлось в ручном режиме включиться в работу при поддержке Министерства сельского хозяйства. Мы определили инвестора. Это группа компаний Черкизова. Можно сейчас уже констатировать, что нам удалось сохранить этот объект. 1400 человек останутся на своих рабочих местах. Как будет реализовываться в области год дорог? Каких инвесторов планируется привлечь в наш регион? Какие задачи на ближайшее будущее ставит перед собой Роман Старовойт? Журналисты и руководители курских телекомпаний, газет, интернет, СМИ в своих вопросах затронули самые разные сферы жизни Соловьиного края. Вами заявлена стратегия прорывного развития региона. Но согласитесь, что и в цифровой экономике главный, самый ценный ресурс – люди. И этот самый прорыв, желаемый прорыв Курской области в экономике, реализовывать будут куряне. Инженеры, технологи, госслужащие, бизнесмены, работники АПК – мы все. Как вы оцениваете наш общий человеческий капитал региона? Замечательные, трудолюбивые, честные люди, которые готовы работать, которые работают, которые любят свой край. Наша основная задача – дать возможность нашим землякам оставаться здесь, жить комфортно, быть счастливыми, иметь высокооплачиваемую работу, иметь возможность заниматься спортом, воспитывать своих детей. И человеческий потенциал обязательно будет востребован. Озвучить свои идеи, высказать точку зрения жители области смогут в рамках мастерских проектов. Они начнут работу уже в феврале. Интересовали прессу и личные вопросы. Например, планирует ли семья Романа Старовойта переехать в Курск? И кто ведет его странички в соцсетях? Глава региона отметил, все посты выкладывает самостоятельно. И чаще всего записи появляются спонтанно. Например, идея поздравить курян со Старым Новым годом родилась во время лыжной тренировки. Когда коньковым ходом идешь, очень удобно стихи ложатся. У Фета такие короткие фразы. Это как раз ритм хороший был. Солнышко было, такая красивая погода. Просто спонтанно навеяло. И порыв, так сказать, души был. Главная задача региональной власти – исполнить майский указ президента, чтобы каждый курянин почувствовал улучшение жизни. И не к 2024 году, а в ближайшее время. Юлия Абрамова, Сергей Дорохов, Телеканал СЕИМ.